Привет, дорогой друг! Сегодня мы поговорим про счастье, а счастье, как говорится, понятие относительное. И сейчас, возможно, ты узнаешь в этом видео себя. К сожалению, многие люди живут в рамке, которая называется «Я счастлив, когда у меня что-то будет», либо «Я был счастлив, когда у меня что-то было». То есть как это происходит? Человек рассуждает так. Вот у меня была там квартира, машина, жена красивая и так далее и тому подобное. Потом я этого лишился. А вот в будущем, чтобы мне быть счастливым, мне тоже должна быть там жена красивая, машина, отдых, что-то еще. Но в этой модели есть одна проблема. Проблема заключается в том, что в этой модели нету состояния здесь и сейчас. А мы живем по-настоящему только здесь и сейчас. Поэтому думать о том, что «Я был счастлив тогда-то, потому что у меня было то-то» или «Я буду счастлив, потому что у меня будет то-то» – это неэффективная стратегия, потому что выпадает момент здесь и сейчас. И если ты досмотришь это видео до конца, в конце видео я с тобой поделюсь одним упражнением, которое поможет существенно поднять твой уровень счастья. И это не жутко, потому что я сейчас буду делиться с тобой своими историями, как это происходило у меня. Дальше. Я могу тебе сказать следующее. Ты уже счастливый человек, потому что счастье – это состояние. Вот если ты задумаешься, что за одну неделю, представь себе, за одну неделю в мире умирает более миллиона человек. И если ты проснулся сегодня, если ты проснешься завтра, то ты уже счастливчик. Вот я сейчас испытываю счастье, снимая для тебя это видео. Я надеюсь, что когда ты смотришь это видео, ты тоже испытываешь счастье. На самом деле все намного проще, потому что счастье – это некое состояние, А состояние мы можем испытывать только сейчас. Даже если вспомнить стратегию глазодвигательных паттернов, то у нас есть визуальное воспоминание и есть визуальное конструирование. А если мы говорим про ощущения, то есть про кинестетику, то у нас есть ощущения только здесь и сейчас, ни больше, ни меньше. И это совершенно нормально. Но мы идем дальше. Давай разбираться. Я тебе еще немного расскажу теоретических вещей, чтобы ты понимал, откуда вообще в целом появляется счастье. Поговорим еще немного про относительность счастья. Давай представим ситуацию. У человека случилось банкротство, у человека случился пожар, у человека случилась тяжелая болезнь, у человека кто-то умер. Это все такие стрессовые ситуации, и в эти моменты человек думает, вот если бы не было этих проблем, я бы был счастливым человеком. Но давай рассмотрим другую ситуацию. Если вдруг ты относительно здоров, у тебя никто не умер, у тебя относительно нормальная зарплата, у тебя относительно все хорошо, то, к сожалению, отсутствие проблем не делает тебя более счастливым. Вот такой вот наш человеческий парадокс. Но с этим тоже можно справиться. Сейчас я тебе расскажу две истории из моей жизни, в которых, возможно, ты даже узнаешь где-то себя. Первая история. Когда-то я был управляющим автосервиса. И у нас случилась такая ситуация, классическая для любой сферы услуг. Мои трудяги, мои работники приняли автомобиль у клиента. Работник оценил стоимость и работник оценил сроки. Клиент оставил машину. К сожалению, работник переоценил свои возможности и, естественно, сроки мы профукали. Что произошло дальше? Дальше у меня был компаньон, который помогал мне управлять этим автосервисом. И он тоже был любителем давать некие завышенные обещания. И он уже что-то этому клиенту пообещал. А клиент уже начал немножко напрягаться, потому что мы не выдерживаем сроки. Затем клиент начал звонить нам и начал уже даже угрожать. Я вам там проверку устрою и так далее, и так далее, и так далее. Согласись, ситуация не очень приятная. И с этой ситуацией пришлось разбираться мне. И мне нужно было. Я понял, что мы уже во второй раз переносим сроки. И смотри, я сидел в кабинете с телефоном в руках. У меня был набран номер этого клиента, которому мне сейчас нужно было позвонить и каким-то образом объясниться и перенести сроки еще. Я понимаю, что он в гневе. Эта ситуация была для меня очень тяжелой. Вот честно тебе скажу, честно тебе признаюсь, мне было очень некомфортно решать эту задачу. И когда я сидел, и когда я боялся нажать эту кнопку звонка, я думал, господи, если эта ситуация разрешится, я буду самым счастливым человеком. И как ты думаешь, что произошло дальше? Я позвонил этому клиенту, мы кое-как урегулировали этот вопрос, дали ему скидку, что-то еще пообещали, сделали какую-то дополнительную услугу. В принципе, клиент остался доволен, заплатил все полностью деньги, ситуация закончилась. Но как только закончилась ситуация, я не стал более счастливым. Я начал искать себе какие-то другие проблемы. То есть я, получается, вроде как сам себя обманул. Я надеюсь, что ты так не делаешь. Хотя, возможно, если ты смотришь это видео и досмотрел до этого момента, такое у тебя тоже случалось. Напиши в комментариях, случалось ли у тебя подобное. Второй случай из моей жизни. Однажды у меня очень сильно начало болеть лицо. Вот прям правая половина лица очень сильно болит. Я сначала подумал, что это ничего страшного, это ничего такого, я где-то простудился, это я где-то застудился. Думаю, ну пройдет, покапываю капельки какие-нибудь для носа, и все будет здорово. Но время идет, боль усиливается, капельки не помогают. Что я начинаю делать? Я иду к врачу. Я иду к врачу, кому я иду? Сразу иду к врачу, ухо-горло-носу. Он меня смотрит и говорит, вы знаете, у вас все нормально, тут по моей части все хорошо. Боль продолжает усиливаться, и на самом деле уже начинает становиться такой невыносимой, что я уже начинаю плакать от боли. И обезболивающие таблетки, они перестают давать эффект, они перестают мне помогать. И знаете, в такой ситуации, конечно же, я думаю, господи, если это все закончится, если это все закончится, я буду самым счастливым человеком на свете. Но проходит время, боль усиливается, ничего не помогает. Мне уже обследовали голову, нашли там какую-то фигню. Но врач, который обследовал голову, сказал, что это вообще не касается этой твоей боли. И в конце, аллилуйя, я опытным путем решил еще сходить к стоматологу. Я пришел к стоматологу, она говорит, а у вас тут зуб мудрости прорастает, и дело в том, что он там чуть-чуть торчит, его почти не видно, но он есть, он большой, и он плохой. Он, скорее всего, врачи всегда любят сказать, скорее всего, если вы его удалите, скорее всего, с вами будет все хорошо. И вот я иду к хирургу, который будет удалять мне зуб. Я лежу, я не очень люблю стоматологов, ну в смысле, я как профессию их люблю, но не люблю находиться в кресле стоматолога. Я лежу в этом кресле, хирург там говорит, так, дай мне зубило, дай мне молоток, напрямую так и говорит. И говорит своей медсестре, сейчас я наставлю, а ты ударишь. В этот момент я сижу и думаю, господи, неужели это все сейчас будет происходить у меня во рту. И действительно так и происходит. Там оказалось, что этот зуб очень сложно, его нужно было там раздробить на несколько частей, потом удалить. И в этот момент я сижу и думаю, господи, пожалуйста, если это все закончится, если это поможет, я буду самым счастливым человеком на свете. И действительно, когда мне уже там удаляли зуб, когда у меня было все обколото обезболивающим, я начал чувствовать, что у меня боль, которая была на лице, она начала проходить. И я думаю, слава богу, все классно. Все, я самый счастливый человек. Но счастья моего хватило буквально до конца дня. Я просто полтора месяца прожил с адской болью и не мог найти причину. И поверьте мне, на следующий день я уже проснулся, не испытывая того великого состояния счастья. И это на самом деле очень печально. Наверняка такое происходит и у многих людей. И именно поэтому я снимаю это видео. Но я для себя нашел одно решение, которое очень хорошо помогает поднять уровень счастья, потому что счастье мы испытываем сейчас. Потому что счастье мы испытываем в данный момент. Итак, принимаемся за упражнение. Упражнение состоит из двух этапов. Его нужно делать 3 минуты утром и 1 минуту вечером. Смотри, чтобы утром зарядить себя на ощущение и понимание собственного счастья, тебе нужно с утра задать 4 вопроса самому себе. И первый вопрос – это, что меня вообще в целом делает счастливым? И дать себе ответ. Второй вопрос – что меня радует в моей жизни прямо сейчас? Третий вопрос – нужно спросить себя, что может сегодня случиться такого, от чего я буду счастлив? И четвертый, самый главный вопрос, на мой взгляд, задай его сам себе. Что я могу сделать сегодня в течение дня, чтобы стать немного счастливее? Вот эти 4 вопроса, они помогут тебе сфокусироваться на собственном счастье. И они тебе помогут просто разыскивать это счастье, потому что оно присутствует у нас в течение дня многократно. Но единственная проблема, что мы его не замечаем. И дальше. Следующий уровень этого упражнения – это небольшой вечерний ритуал. Что нужно сделать вечером? А вечером нужно просто перед сном в течение буквально одной минуты проанализировать, легко так проанализировать свой день и его оценить. Либо по шкале от 1 до 10, насколько ты был счастлив в этот день. Либо по шкале с процентами, от 1 до 100%. И дать себе оценку, насколько ты был счастлив. Ну, допустим, ты был счастлив на 50%. Когда ты делаешь вот такую оценку, то на следующий день, задавая снова эти же 4 себе вопроса, которые будут написаны в описании к этому видео, прямо их перепиши и задавай, они помогают все-таки фокусироваться. На следующий день ты уже сможешь более адекватно, более рационально отвечать на эти вопросы и уже строить свой день таким образом, чтобы ты мог усиливать свой уровень счастья. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Это передача «Утренняя раскачка». С тобой был Юрий Пузыревский. Пока-пока.